Ребят, всем привет! Сегодня хочу поговорить о нововведениях сайта Алиэкспресс, о их новых правилах в части срока защиты покупателей. Что изменилось для тех, кто еще не в курсе, кто не знает. Я сегодня столкнулся с этой вещью. Есть у меня такой заказ. Я жене заказывал здесь. До закрытия заказа осталось у меня три дня 16 часов 51 минута. То есть прошло 57 дней, грубо говоря. Я решил открыть спор. Я решил открыть спор, значит, я его открываю. Открыть спор. Только возврат. Дальше. Получили ли вы товар? Нет. И тут начинается самое интересное. По нашим данным, продавец отправил вашу посылку и она покинула страну отправителя. То есть если я не получил товар и срок защиты покупателя не истек, я не могу открыть спор с продавцом. Сейчас я расскажу, к чему это приведет в дальнейшем. Пока, значит, смотрим вот сюда. Проверить отслеживание. Смотрим именно на этот товар. Там 25-27 число. То есть, грубо говоря, продавец два дня там что-то пописал якобы и всего два месяца ни ответа, ни привета от аварии нету. То есть по факту товар не отслеживается. Трек номер левый и все в этом роде. Что в этом плохого? То есть, что сделала площадка Алиэкспресс? Значит, они запретили открывать спор, пока действует срок защиты покупателя. Но для сравнения, да, вот есть у меня вот такой заказ. Смотрим, здесь у нас до закрытия заказа. Сейчас даже поближе давайте. 90 дней. Был он приобретен 8 дней назад. Ну, то есть, грубо говоря, еще 90 дней. Смотрим дальше. 92 дня, 86 дней. То есть, что делают продавцы сейчас? Они пишут, ну, давайте для сравнения посмотрим, да, что же, что он обещает на своей странице, этот продавец. А этот продавец, смотрите, нам обещает расчетное время доставки 15-30 дней, доставка в срок 60 дней. То есть, если мы заходим в гарантию продавца, да, то мы видим, что если мы за 60 дней не получаем товар, нам возвращают деньги. А расчетное время еще 30 дней. То есть, именно этой доставкой, да, что они делают? То есть, доставку она также ставит бесплатную, да, а здесь 15-30 дней, 34-51 день. Соответственно, продавцы сейчас что делают? Они обещают быструю доставку. Вы оплачиваете товары. Как только вы оплатили товар, в основном, сразу же, моментально продавец продлевает срок защиты покупателей, вплоть до 90 дней. 90-98 дней у вас получается. Пока этот срок защиты покупателей действует, спор открыть вы не можете, деньги вернуть вы не можете. И важно, сколько вам продавец пообещал. За 30 дней заставить, за 45 или за 60. Все равно будете ждать 90. А теперь смотрим, к чему это может привести. Вот представьте, продавец продал 10 товаров. 7 из них он отправил, 3 нет. Каждый товар, допустим, стоит 1 доллар. Из трех неотправленных товаров, допустим, один человек не открыл спор. Причины разные, люди не открывают порой споры на дешевые товары, просто забивают уже далее, не открывают, потому что проворонили этот срок защиты покупателей. Он истек, продавцу деньги ушли, заказ закрылся, все нормально. Не важно по какой причине. Ну а теперь умножаем эту цифру на 10, на 100, на 1000. То есть при каких-то там более-менее подсчетах не самый крупный продавец может зарабатывать порядка на мелких товарах порядка 1000 долларов в месяц. Просто не отправляя этот товар. Так было на самом деле раньше, эта схема работала на Алиэкспрессе, продавцы так делали. Не все, конечно, только самые нечестные, можно так сказать. Что будет сейчас? Сейчас, когда покупателям запретили открывать спор в момент защиты, пока идет защита покупателя, 90 дней. Вот я, допустим, заказываю ежемесячно 30-40 товаров. Если они у меня будут болтаться по 90 дней, ребят, я физически либо не смогу их отследить, либо я не буду столько заказывать. Потому что сейчас товары идут 2-2,5 месяца. То есть идет товар из Китая, не знаю почему так долго. Нормальные продавцы, то есть есть, я заказал 30 товаров, у меня 3-4 товара приходят в среднем за 20 дней. Все остальное почему-то идет долго, нудно и муторно. Я в один день заказываю 30 товаров, и я потом в течение 3-х месяцев, по стечении, точнее, 2-х месяцев, я еще целый месяц по одному там товару в день получаю на почте. То есть вот так они приходят. Все они могут приходить каждый день по одной маленькой такой посылочке, этому пакетику. Да, то есть что будет, люди не будут успевать отслеживать это все. То есть увеличится, во-первых, мошенничество среди продавцов, да, они будут увеличивать срок, продлевать, точнее, срок защиты покупателей там до 90 дней. Люди еще больше перестанут отслеживать все это дело, особенно по мелким каким-то товарам. Продавцы больше будут на этом зарабатывать. То есть, ну, наша задача... Я сегодня полдня общался с представителями сайта Алиэкспресс, донес до них эту основную мысль. Все-таки они, я думаю, что-то, может быть, что-то сделают. Как минимум, я думаю, они должны запретить продавцу самостоятельно продлевать срок защиты покупателя. Это все-таки защита покупателя, а не защита продавца. Поэтому этот срок должен продлеваться либо по согласованию с покупателем, либо только покупателем. Пока продавцы сейчас будут так действовать и продлевать самостоятельно до 90 дней, я думаю, мы столкнемся с тем, что все больше будет мошенников среди продавцов, увеличится процент неотправленного товара, а мы будем оплачивать, замораживать, так сказать, свои деньги, сидеть и ждать. Мы будем надеяться на то... Я сейчас буду работать только с проверенными какими-то продавцами, у которых я неоднократно что-то заказывал. Буду намного тщательнее, скажем так, читать отзывы по товарам, особенно последние, свежие, в какие сроки товар приходит и т.д. То есть по-другому бороться с ними, как я не знаю, потому что по новым продавцам, это я вам только три товара показал, куда последние неделю назад заказаны, где сроки сразу до 90 дней увеличились. А таких товаров у меня на самом деле сейчас очень много, где продавцы увеличили срок в тот момент, когда Алиэкспресс приняли решение запретить открывать спор в момент защиты покупателя. Так что будем надеяться на честность продавцов, на других надеяться, а сам не плашай, как говорится. Надо тщательнее смотреть и внимательнее, все-таки у кого вы это все дело покупаете. Спасибо за внимание, всем пока! Спасибо за внимание!